В стенах Мирненского политехнического института прошел день посвящения в студенты. По традиции в первой половине дня первокурсники возложили цветы к памятникам первых руководителей Треста и Куталмаз. Во второй половине во Дворце культуры Алмаз прошла церемония посвящения в студенты. Вчерашние школьники получили из рук наставников студенческие билеты и спели старинный гимн Гаудамус. Подробности у Анны Винокуровой. Обряд посвящения пройден. Произнеся клятву, они могут считать себя полноправными студентами. 130 вчерашних школьников обретают новый статус. Это не только ребята из разных районов республики, но и приехавшие с ближнего зарубежья. Например, Алексей Еременко из Украины. В Мирном он планирует получить диплом нефтяника. Все хорошо, все устраивает, все хороший, все круто, все здорово. Однокрупники вообще прям замечательные, со всеми сдружился. Прошлое лето для них выдалось непростым. Зача ЕГЭ, выбор вуза, а для большинства и переезд в другой город. Будущий преподаватель английского языка Лена Охлопкова – выпускница намской улусной гимназии. Она поступила в МПТИ с наибольшим количеством баллов. Сегодня Лена получила свой студенческий билет из рук директора института Альбины Гольдман. Когда я впервые приехала в Мирный, я почувствовала себя как в своей тарелке. И мне очень понравился город, и всем ребятам в частности тоже. В нашей группе всего 9 студентов, и мы приготовили сценку, связанную с темой Хогвартса. И мы готовились очень усердно, и надеясь, что мы выступим очень хорошо. В этом году исполняется 60 лет Якутскому государственному университету. День посвящения студенты был связан именно с этой датой. Первокурсникам важно знать роль ЕГУ в становлении Северо-Восточного федерального университета. 60 лет в этом году головному вузу, 23-й год уже нашему Мирненскому политехническому институту. Более двух тысяч его выпускников работают уже в производстве, предприятиях, организациях. Не только нашего района, республики Саха-Якутия, но и в Российской Федерации за рубежом. Впереди у ребят плодотворная учеба и насыщенная студенческая жизнь. Надеемся, что через пять лет в такой же торжественной обстановке все они получат дипломы о профессиональном образовании. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин